Всполним целиком и полностью авторскую композицию. Там, где стихи все время мои, и одни из стихов получились песней, которую написал Саша. Северка очень тепло относился к нашему творчеству, как и мы к его творчеству. Ну, в общем, как-то у нас это было взаимно. Вот. Ну и название у него хорошее в данной ситуации. Не прощаться. На нетвердой границе между явью и сном время становится вязким и прилипает к стрелкам. И я попадаю в мир, недоступный днем, в город, что десять лет не менял оттенков. От кинотеатра вверх, осилив подъем, две остановки на расхлябанном пятом трамвае. В подворотне споткнувшись, я захожу в свой дом, где еще на замке парадные не закрывают. Да, я снова там, на втором этаже, включаю свет для того, чтобы возникли тени, чтобы кот, который умер давно уже, пришел и мурлыкнул мне в солнечное сплетение. И кухня наша все так же полна гостей, и какой-то стук доносится из-за стенки. И самым большим несчастьем у наших детей еще считается боль от разбитой коленки. Им мы опять знакомы лишь несколько дней. Но стрелки снова идут, стряхнув забытье. Ты не заметил, разве, что в полусне все десять лет я шептала имя твое? Мы молча уйдем со скамьи подсудимых. Все наши дела обратились в камень. Мы будем дышать сигаретным дымом и брать долгожданную осень руками. Мы будем заглядывать в окна знакомых, как прежде стучаться в открытые двери. Подтрубные звуки гудков телефонных откроются форточкой сотня милей. По нотному стану натянутых нервов забегают цифры сквозь прорези диска. Вернутся слова расставания двух первых и станут синонимом встречи двух близких. Раскосы окна нелепых кварталов окрасятся ровным неоновым светом. И вечера снова окажется мало. Оставим на завтра вопросы-ответы. Уйдем, хоть глаза умоляют остаться. Покроем шагами условность и ворог. Скажи до свидания. Не надо прощаться. Метро закрывают. Минуты через сорок.